ВИДЕО УРОКИ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКЕ ВИДЕО УРОКИ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКЕ ВИДЕО УРОКИ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКЕ ВИДЕО УРОКИ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКЕ 1번. 두 사람은 타완 씨에게 무엇을 선물할까요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 유키 씨, 타완 씨가 이번에 졸업해요. 우리 같이 축하 선물을 살까요? 좋아요. 그럼 졸업 선물로 구두나 지갑 어때요? 음, 그것보다 시계를 선물하면 어떨까요? 며칠 전에 타완 씨가 시계를 잃어버렸어요. 그래요? 그럼 시계를 선물하는 게 좋겠네요. 2 사람은 타완 씨에게 무엇을 선물할까요? 3 번. давайте скажем теперь подробно. двое хотели подарить ему или собираются подарить ему часы. давайте попробуем. ну, 시계, значит, у нас здесь куду, чигап, ка, сиге. так, давайте. значит, ту 사람은 타완 씨에게, сигеры, сонмурарёгохею. сонмурарёгохею. 네, 맞아요. значит, сначала они хотели ему... а, хорошо. чугахаль ири моэйо. ну, здесь уже дополнительный вопрос. чугахаль ири моэйо. так, ну, кто у нас еще? давайте, Аслан. 네. тогда таванси нын чороб чороб해요. так, а как нам сказать скоро все же? то есть он еще, угу, чороб. кот хотя бы, да? скоро будет, угу, кот. чороб халькоэйо. кот, скоро. угу. хорошо, дальше. 2 번. 남자는 지금 무엇을 하고 있어요? 다음을 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 투희 씨, 생일 축하해요. 이 꽃 받으세요. 생일 진심으로 축하해요. 이건 제가 준비한 선물이에요. 제 생일 파티에 와줘서 고마워요. 그럼 우리 같이 생일 축하 노래를 불러요. 잠깐만요. 아직 수진 씨가 안 왔으니까 우리 조금만 기다려요. угу. с первого раза, возможно, вы не сможете получить ответ. потому что очень быстрая запись. и если вы не привыкли к корейской речи, это ничего страшного. можно еще раз дома прослушать, еще раз дома. но лучше, когда вы готовитесь к уроку, это сделать до урока, да? до урока дома. так, когда... кромеон, ты да, пассею? нет, пониэйо. и ибон. ибон. мазайо, ибон, мазайо. ибон, мазайо. угу. сразу, что мужчины делают. так, и теперь, когда... посмотрим страницу 171, да? ибон. 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 дарит подарок. хорошо. здесь очень важно тогда различать, кто говорит. девушка или нет. потом третий человек. че сынгиль пати ва джо со со кумавоё. спасибо, что пришли ко мне. посмотрите, да? ва джо со. ва джо. ва джо да. то есть не просто ва со, да? а ва джо со. это говорит о том, что спасибо, что пришли ко мне, да? именно ко мне. она благодарит. и поэтому направленное действие джо да, да? так. ва джо со. кумавоё. кром. ури качи. сынгиль. чукану. рырыль. пулойо. споем вместе песню, да? тьам кан маньо. адик судзин сега. анасы ника. ури чугаман кидарёё. видите, давайте все же подождем немножко, пока не пришла судзин. потому что не пришла судзин. видите, опять же, вот это ника причина, да? вот. но в конце у нас все же предложение. поэтому, когда мы что-то предлагаем или повелеваем, мы все же используем ника. вот. и тогда какая ситуация? вы уверены, ибон, да? потому что девушка говорила, берите цветы, что тоже, видите, довольно парадоксально, да? вот. все равно, если бы была девушка и молодой человек, все равно цветы бы дарил, наверное, он, да? интересно. так. а третья почему не подходит? потому что они ждут судзин. хорошо. в этом суть всех заданий, топика и экзамен, да? не только язык, но и внимательность. на это обращайте внимание. дальше кисок 합시다. так. 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 все слова такие непростые для фонетики, да? значит, чон чоп чан приглашение на свадьбу, именно. чё дэй чан или ч чон чан это просто приглашение на разные мероприятия. так. так. давайте читаем. и потом говорим. 맞아요? 들어요? 맞아요? 네. она, значит, туи синым ту сарам эге чон чоп чан эль джоссооо. туи дала приглашение им. значит, ну, ту сарам для нас, мы все же они, да? замены местоимения третьего лица. так. ну, давайте. дальше. значит, нам дяга тоя си эге керон чук ха сон му руль джоссооо. постарайтесь че не говорить. че глухая. это полузвонка. че, да? джоссооо. значит, молодой человек вручил подарок на свадьбу. да, туи? это неправильно. так. пожалуйста, дальше. йо джо нын тоя си эге керон си ге кай ко эйо. они пойдут на свадьбу к той, да? вот кое-что о культуре свадьбы, просто очень кратко. на свадьбу в Корее принято приглашать всех, просто всех, кого знает. кого знаете, в отличие от русской свадьбы, на которую принято приглашать только близких людей. поэтому не надо удивляться, если вас тоже пригласят. обычно все происходит очень коротко, очень коротко, часа два максимум длится свадьба, но никто не опаздывает, приходит к назначенному времени, кто хочет, смотрит церемонию, где невеста и жених вам все равно особо времени не уделят, либо будет какое-то время, когда все должны будут фотографироваться вместе. только надо четко понимать, кто вас пригласил, где сторона жены, а где сторона жениха, чтобы не сесть не туда. и потом все едят. кто не хочет смотреть на это, они сразу едят и уходят. на корейской свадьбе все дарят деньги, только приходят и записываются, дарят деньги и уходят. вот таким образом все происходит. дальше. Так, обсудите с друзьями, что же надо, как же надо поздравить, как надо поздравить, чтобы поздравить, как сделать лучше всего. когда, если кто-то из ваших одногруппников что-либо отмечает. и здесь нужно составить диалог. да. то есть, если, например, это лучше письменно выполнять, да. если написать. так. или косыги. да. философский очень вопрос. быстро меняется культура смс. вообще смс по-корейски раньше называлась мунтя. но культура быстро меняется, но на самом деле слово не меняется. потому что пришли смартфоны, а не телефоны, и все равно сообщение в любых соцсетях все равно тоже будут говорить мунтя вассо. да. мунтя вассо. это как в этом фильме, да. секрет гарден. значит, мунтя все равно. и эмотиконы тоже там присутствуют разные, да. поэтому давайте прочитаем. здесь нужно по-дружески, да. на равных. поэтому подписываются так. угу. ну понятно, да. желаю интересно провести день рождения. но именно не интересно, а весело, да. ть ми и ке. видите, мы вот это вот там, где у нас ит, да, двойной подслог, мы не произносим т, мы просто делаем смычку. но вот так. нет там т, да, просто ть ми и ке. так, давайте. следующее читаем. ЧИДИГ. 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 ЧУКАХЕЙО. МИНСУГА. ЮКИ. ЮКИ. ЮКИСИИ. Вот это вот такой значок, он очень важный смысловой значок. Вот есть же экстравингвистические факторы какие-то, да. или там, ну, в общем, много разных факторов, которые выражаются не только грамматикой и лексикой. Эмотиконы играют очень важную роль в общении, да. Особенно в таком языке, как корейский. Например, если я просто отвечаю НЕ без эмотиконов и еще точку ставлю, это вообще практически как угроза, да. Там, КЮСУНИМ, у вас что, плохое настроение? Вот мне просто, это моя жизненная позиция, да. Вот, это очень важно. Вот, это все очень мило, это все очень хорошо. Кстати, это надо знать и это желательно понимать, да, вот с каким настроем с вами общается человек. Это хорошо, это очень, это говорит о вежливости, да, вот о какой-то, вот. Ну, опять же, это мы не забываем быть русскими людьми в общении, но мы тоже понимаем, что это значит, да. Вот, дальше. Давайте следующее прочитаем. ТОЯСИ КЮРОН ЧУКАДРИО ХИНБОК ХАГЕ САСЕЙО Здесь мы сразу понимаем по этому сообщению, что с Лолой они общаются довольно формально, либо Лола старше, да. Потому что, когда вы пишете старшему по статусу, возрасту и положению, учителю, например, или еще кому-то, открытку, e-mail, смс, обязательно надо подписываться ДРИМ. А по-корейски всегда, здравствуйте, это Минсу. Хотя и так понятно, что это Минсу по адресу, по заголовку, то, что он в конце подписался, в начале, надо сказать, я Минсу. Ну, здесь смс, да. Вот. И подписываемся ДРИМ. Но еще есть, еще выше, да. ОИЛИМ. Вот. Тоже бывает такое, такая подпись, да. То есть, преподношу вам свое письмо. Но в смс нельзя, ОЛИМ. Так, давайте. КЁРОНЫЛ ХАНЫН ЧИНГУНЫН НУГУЕЙО? Три у нас смс, да. МУНЧА СЕГАДИ ВАССОЙО. Пришло три сообщения. КЁРОНЫЛ ХАНЫН ЧИНГУНЫН НУГУЕЙО? Угу. Угу. ТОЯ СИНГУН ГЮРОНЫЛ ХЕЙО. Угу. МАЗАЮ. Угу. Угу. Так... Что такое сыниль? Давайте вспомним. Ну-у. ГДЕ, ДЕТО, НРАВОТУ. Так... А СУДЇН ПЕЧИН примерно... Тоест СУДЇН ПЕЗДРАВЛЯЕТ ТУЕ С ДНЁРОЖДЕНИЯ, да, А МЕНСУ ПЕЗДРАВЛЯЕТ, КЁРОНЫВАТЕ, Ну-да, с устройством на работу чинсим да искренне сердце в принципе можно просто сказать просто написали сообщение чтобы поздравить 수진 씨는 두이 씨에게 생일 축하 메시지를 보냈어요 그리고 민수 씨는 유키 씨에게 취직 축하 메시지를 보냈어요 네 맞아요 다음을 잘 읽고 읽은 내용과 같으면 O 다르면 X에 표시하세요 행бок хаге да у нас будет это слово 행бок это счастье у нас прошлый раз было задание где обсуждали пок чумони пок это счастье 행бок хада быть счастливым вот вы можете например когда вы пишете открытку подписываете 행бок хасэйо будьте счастливы да или 행бок хаге сасэйо сасэйо от глагола какого со льда вот у нас перед с вы выпадает да поэтому здесь сада не сада а со льда живите счастливо значит ге показатель на речи так и тогда перейдем ко второму упражнению сначала я читаю потом вы вы по очереди читаете вот дома можете еще читать и вообще дома обязательно работайте с пленками несколько раз уже послушайте просто можете фоном стать может вообще никак с ними не работать слушать чтобы привыкать к речи а потом можно прочитать текст вот текст он не занимает много как показывает практика в конце тест в котором задействована в основном вся информация вот из этих текстиков вот очень схожи поэтому эти текстики вы даже можете для себя там отсирокопируйте склеить тетрадь вот именно чтоб у вас было подборка всех этих текстов так ну давайте урэ нын Вообще в Корее очень разнообразная культура подарков и немного отличающаяся от России. В Корее все же еда, напитки, фрукты, овощи, они тоже являются хорошим подарком. Но если деньги никогда не являются хорошим подарком, деньги это хороший подарок только в рамках семьи. Вы никогда не можете дарить деньги, либо очень близких друзей. Поэтому здесь рассказывается, на толь, если вас когда-то пригласят на день рождения ребенка маленького, уже никто не дарит золотые кольца. Вот был такой период, который назывался период МВФ, 1997-1998 год, когда все корейцы понесли золото сдавать в банки, чтобы выплатить кредит. То есть всегда много-много дарили золото, и корейцы хранили на черный день. И вот это вот поколение, когда страна сказала, мы должны выплатить кредит МВФ, и все люди просто взяли все золото, которое дома хранилось, и отдали в банки. Просто чтобы страна вышла из кризиса, и они очень быстро, за год выплатили этот кредит. Но после этого, вот как-то это такое было самое позитивное поколение корейцев, которые все, что было, взяли и отдали на благо страны. После этого культура исчезла, дарить кольца. Не всегда комбанди дарят. И кабан, чигап, чондзя, чипум, конечно, это безусловно подарки, которые дарят родители и близкие люди, да, как показатель тоже хорошего, очень близкого отношения и важности события. Поэтому давайте переведем. Мы теперь в конец. Я вам советую стратегию всегда такую в начале, потом в конец, и вот так всегда переводить вот по такой структуре. Тогда практически безошибочно вы будете хорошо с листа переводить. Но только всегда надо помнить, что в Корее никогда не дарят туфли девушке. Нельзя дарить туфли девушке, потому что она убежит в этих туфлях. Конечно, вон, давайте спросим УТУ. Конечно, верят. Нет, многие верят, многие верят, то есть особенно девушки верят. Это то же самое, как с куриными крылышками. Ни одна нормальная девушка не даст, не будет со своим молодым человеком есть куриные крылышки, потому что он улетит. Так, ну хорошо, переведем. Значит, у нас всегда структура такая, корейский язык отличается грамматически, да, поэтому мы в русском языке после подлежащего идет глагол, сказуемое. А в корейском языке сказуемое в конце. Поэтому стратегически лучше всего подлежащее, сказуемое, и вот так все переводим. Да, поэтому, если посмотрим, мы дарим подарки, когда возникает возможность подарить, поздравить друзей или семью, или членов семьи. Значит, дальше теперь. Сонмуры ханин го сын. То есть не просто сонмуль подарки, а именно, да, то, что мы дарим, да, вот, то есть это субстантив. Или, например, можно перевести так. Сам процесс вручения подарка, это кибун чоун и ремнида, в конец опять, да. Это сам процесс вручения подарка очень приятен. Да, можем так перевести. Кому? Теперь джунын сарам гуа, паннын сарам модуэге. И для дарящего, и для получающего подарок. Чем отличается корейское и русское? Когда по-корейски говорят моду, моду начинается от двух. Приятен всем, и получающим, и дарящим, можно сказать. Но у нас все предполагают множественность, больше двух. А по-корейски и включая двух. Потому что мы никогда не скажем, чаще всего не скажем всем, и тому, и тому. Мы скажем всем, и тем, и тем, можем так сказать. Вот здесь есть такая разница. Дальше. В Корее хангуге сом. Причем, хорошо, в Корее на день рождения дарят. Теперь что? Обычно дарят одежду, обувь или косметику. Так, дым, это означает и так далее. Причем, чаще всего, падеж тогда присоединяется уже после дым. Однако, на первый день рождения ребенка, да, агитория. Причем, посмотрите, ка-джанг, ма-ни, хан-ин, сон-му-рын. Тоже с причастным оборотом, да, самый распространенный подарок. Мы не будем уже глагол здесь использовать. Понятно, что и подарок, который чаще всего дарят. Но лучше, самый распространенный подарок – это золотое кольцо. Или золотые кольца. Мы помним, что в корейском языке нет категории числа. Она может быть выражена с помощью дыль, но это не грамматическая категория числа. Вот у нас, например, грамматическая категория. Изменяются все части речи, да. Мальчик пришел домой, да. Мальчики пришли домой. То есть это грамматическая категория, потому что все части речи начинают менять формы. А в корейском языке дыль добавляясь, она, это просто как бы некоторая, ну, некоторая морфема, которая иногда полезно указывает на множественность, но не обязательно. Так, дальше. Исахамен, да. Мы помним, что мен не только если, да, но еще и когда, при условии, да. Но мы можем сказать на новоселье. На новоселье дарят туалетную бумагу и порошок. Чаще всего. Просто мы знаем слово чаджу, да, чаджу. Но чаджу, вот здесь, например, не используется. Говорят мани, да, сунмурам не да, не чаджу. Чаджу это когда периодичность есть какая-то и частотность, да. Я часто захожу в магазин рядом с домом, да. То есть я постоянно вот это вот делаю, да. Вот. А здесь имеется в виду часто дарят, или в основном дарят, да. То есть не могут одному человеку все время дарить вот это, да. Поэтому мани, сунмурам не да переводим. Часто дарят, или зачастую дарят туалетную бумагу и порошок стиральный. А на поступление в университет или выпускной, помним на и на, да. Сумки, кошельки и электронику. Теперь ответим на вопросы, да. Сынгири нын ошина синбарыл сонмурео. Мадяйо, тылёйо. Так, кто? Кто отвечает? Давайте. Мадяйо. Хорошо. Сэджибы ро и саамён кымбанжиры сонмурло джоёо. Можно сказать сонмурыл джо, да. Это просто дарить подарок. А если у нас вы хотите сказать, что я подарил в качестве подарка, да, тогда моморыль, да, сонмурло джо мне да. Что-то в качестве подарка. Мадяйо, тылёйо, сэджибы ро и саамён кымбанжиры сонмурло джоё. Мадяйо? Тылёйо. Неправильно, да. Когда переезжают, дарят золотые кольца. Да? Ага. Так, ну давайте отвечаем тогда на вопрос. Сэджибы ро и саамён. Саамён кымбанжиры сонмурло джоё, хорошо. Либо сонмурада, без грамматических показателей. Рыль сонмурада, либо рыль сонмурло джо да. Творительный поддержит добавляется. Хорошо. Ипхагина чурабуль амён, кабагина чёнджя чепумуль мани сонмуреё. Мадяйо тылёйо линси. Не, мадяйо. Значит, чёнджя – это вообще электронный, электроника. У нас, например, есть чёнджя саджён. Как можно перевести? Не, не. Чёнджя саджён – электронный словарь. Хорошо. Либо чепум – это любая продукция. Например, «каджонг чепум» – это бытовая техника. Напишите открытку. Следующее задание. Ну, попробуйте. На следующий раз я даю вам задание. Своими руками сделать оригинальную открытку с задействованием вырезок, распечаток, карандашей, фломастеров. Вы можете сделать это не для меня. Вы можете сделать это для кого-то. У меня уже все поводы прошли. Вы можете для кого-то сделать. Потом мне покажете в следующий раз. И потом подарите кому-то. Ладно? Так. А, на 8 марта, да. Сколько на 8 марта? Так. Хорошо. Давайте. Крумен и манхагесмни, да. Сугуэссоё. Да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.